Кругом грусть, тоска и уныние. И как раз таки развеселиться вам поможет караван Кантерлот, множество веселья, добра и позитива и куча замечательнейших постов. Вступайте, ссылка в описании. Доброго времени суток, уважаемые друзья, с вами снова Перпетум или же Александр, и сегодня мы поиграем в замечательнейший симулятор фантазии, или же игру под названием Tale of Scale. Создана, кстати, она была для 25-го Людум Дейра всего лишь за 48 часов, но я не буду лишний раз балаболить и сразу приступлю к игре. В общем-то, у меня в игре есть вот такая вот странная рука, хотя в этом нет ничего странного, потому что рука есть у каждого человека, и с помощью этой руки я смогу изменять размеры объектов. Думаю, многие в детстве баловались, а может быть и сейчас балуются вот так вот, зажмуривают один глаз, направляют руку на объект и представляют, что он, например, очень маленький, как будто голова, например, собеседника очень маленькая. Мне казалось в детстве это очень забавным, я тоже это делал, так что вот так. И, собственно, разработчик берет как раз-таки за основу эту концепцию изменения размеров с помощью руки и одного зажмуренного глаза, и с помощью как раз-таки вот этой концепции придется мне решать разные головоломки. Например, я могу взять этот телевизор, подойти, зажмуриться, взял телевизор, подошел к стене, и оба-на, телевизор уменьшился, не может быть, офигеть, он вообще испарился, просто исчез. Я могу взять стол и, например, далеко-далеко-далеко отойти, и за счет этого стол увеличивается. Опа! Теперь стал стол немножко больше, так же я могу сделать его, собственно, меньше. Так, подхожу сюда, подхожу, 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 и оп, маленький столик. Был большим, стал маленьким. Ладно, парниша, давай, я понимаю, что тебе тут очень весело в комнате увеличивать и уменьшать объекты, возможно, ты сын сатаны, но если мама придет и все это увидит, наверняка она будет немного ругаться. Поэтому мне нужно коварным образом забраться на холодильник и взять печенки оттуда. К сожалению, на расстоянии я взять их не смогу, мне придется как-то что-то придумывать. Так, кинул стол, стол стал большим, теперь мне нужно попробовать забраться и взять печенье. Ура, я взял печенье. Эм, ага, вкусно, да, печеньки. Отлично, я украл печенье, я надеюсь, мама теперь меня не заругает за это. Так, второй уровень называется клининг. То есть, по идее, что мне нужно сделать? Эм, очистить эту комнату, возможно? Я понимаю, да, 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 мама, мам, это твой сундук, да? Был твой, стал уличный, все, сундука нет. Эй, сундук, что за дела? Так, подойду, возьму кресло, уменьшу его и попробую засунуть вот в это. Эх, не засовывается, ладно. Стол. Стол стал маленьким. Пошел вон, все, отлично. Надеюсь, мама будет довольна. Я так не думаю, на самом деле. Если бы я в детстве занимался такой ерундой, я просто бы выкидывал стулья из окна, уменьшая их при этом, то наверняка мама была бы недовольна. Так, еще один стул удалось выкинуть. Теперь нужно выкинуть вот этот сундучок. Давайте его попробуем уменьшить как-то. Уменьшил. Теперь можно уменьшить его еще больше. Ооо, маленький сундучок. Пошел вон отсюда сундук. Мне не нужен сундук. Так, что у меня еще есть? У меня есть лего, конструктор и лего. Ха-ха-ха-ха-ха. Гигантский конструктор лего, уничтожитель. Он разрушит целую вселенную. Ладно, этого не произойдет. Потому что я его уменьшу. Так, уменьшил. Теперь кину его сюда. Сделаю еще меньше и... Пошел вон. Конструктор. Все. Отлично. Так, вот этот мне сундучок совсем не нравится. Нужно его как-то взять и выкинуть. Оба-на, все получилось. Столик, 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 столик. Маленький столик. В окно. Все, выкинул. Отлично. Посмотрите, какие гигантские стали там объекты. Пух. Вот так. Все, отлично поставил. Нужно теперь попытаться выкинуть шкаф отсюда. Иди сюда. А, дверь. То есть постепенно, да? Отлично, отлично, отлично. Теперь остальную часть шкафа. Оп. Гигантские, гигантские шкафы. Мама просто придет и, наверное, немножко офигеет. Она заходит во двор, а там гигантские двери, гигантское лего. И сын сидит один-одинешенько в комнате, страдает без своего конструктора. Я понимаю, конечно, что убираться в квартире это хорошо. Нужно помогать маме. Но выкидывать свои вещи, например, лего, это уже немного переходит все границы. Так, стульчик, маленький стульчик. Будь там, да. Стань большим. Нужно попробовать вместить этот... Отлично, сделал. Окей, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Что это такое? Пошло вон отсюда. Ты мне не надо. Блин, конструктора могло быть и поменьше у этого мальчика. Потому что он плохо себя ведет. Я не знаю, почему мама ему купила конструктор. Он пытается выкинуть из дома все вещи. Мама сказала прибраться. Но он воспринял буквально. Хотя, скорее всего, он просто фантазирует. Все мы любим фантазировать. В детстве особенно фантазия наша находится на пике. Отлично, отлично, отлично. Иди сюда. Оп. Шикарно. Шикарно. Еще пару кусочков. Еще чуть-чуть и все. Дело в шляпе. Такс. Ииии. Оп. Ах. Отлично. Блин, честно говоря, мне уже немножко поднадоело выкидывать как раз таки конструктор. Можно было бы повыкидывать что-нибудь другое. Но раз мне говорят выкидывать конструктор, значит на то есть свои причины. Такс. Упал. Упал, упал, упал. И осталось две маленьких детальки. Я сказал, две маленьких детальки остались. Не в комнате, а снаружи. Вот так. Все. По идее все. Уровень завершен. Выпустите теперь меня отсюда. Мама, выпусти, мама, выпусти. Я не хочу больше этого делать. Люстра. Отлично. Я совсем забыл про люстру. Ее тоже, оказывается, можно выкинуть. Отлично. Комната очищена. Остался только мальчик. Мальчик мог бы и себя выкинуть. И, собственно, остался ковер. Ну и... Escape. Ха-ха-ха. Видимо, мама решила все-таки меня наказать и посадила в тюрьму. А теперь мне нужно каким-нибудь образом сбежать из этой тюрьмы. Окей. Эй, я застрял в углу. Что за дела? Я просто застрял в углу. А ну-ка. Придется перезапустить. К сожалению, видимо, в углу застревать нельзя. Так. Блин, какая-то маленькая штуковина стала. Отпусти ее. Вот. Увеличивается. Блин, опять я залез в угол. Черт возьми. А-а-а. Что за засранство? Почему игра немного недоделана? Хотя за 48 часов... Это нормально. Так. Большая-большая-большая-большая кнопка. Увеличиваем ее еще больше. Так. Теперь можно по этой кнопке попробовать забраться. Например, сюда. Нет, еще немного не хватает. Можно сделать ее еще побольше. Так. Окей. Хватай. Вот так. Вот так. Отлично. Нужно поднести ее, пожалуй, немного поближе. Так. И... Вот так. Хватай, хватай, хватай. Гигантская кнопка-уничтожитель. Блин, как теперь все это провернуть более красиво? Более грамотно, блин. Вместо того, чтобы сделать себе выход, я створил какую-то ерунду. Можно ее поставить, попытаться. Вот. Увеличиваю, увеличиваю. И... Достаточно. Хм. Ладно, что у меня еще имеется? У меня имеются еще кнопки. Можно попытаться с помощью этих кнопок что-нибудь придумать. Ну, оставляй. Так. И... Увеличиваем. Что-то оно не хочется. Всем увеличиваться, и я опять застрял в углу! А, как будто бы угол этот дебильный меня притягивает к себе. Я уже начинаю психовать маленько. Давайте попробуем убрать кнопки. Отцепись от меня! И... Когда я уберу все кнопки, я попробую использовать как-нибудь этот плакат. Если, конечно, можно его взять. Разумеется. Так. Угу. Плакат взять нельзя. Только кнопки. Придется страдать. И что-то придумывать. Кстати, куда мне забраться нужно, я не понимаю. Ладно. Берем большую кнопку и... Делаем ее еще больше. Так. Так вот. Вот. Жаль, переворачивать нельзя объекты. Я бы попытался. Собственно... Оп! Почти-почти-почти готово. И... Отлично! Там есть какие-то кубы. Окей. Тогда я сделаю сейчас так. Я немножко увеличу эту кнопку. Пододвину ее. И попробую забраться. Оп! Угу. С помощью этих кубов, я думаю, будет уже попроще. Сделаю еще больше. Кстати, больше, по-моему, она уже не становится. Так. И попробую забраться. Оп! Нужно, наверное, сюда что-нибудь поставить и... А! Даже не прыгнул, черт возьми. Ладно, попробую так и сделать. Так. Так. Отлично. Прыжок. И... Ай! Съехал, черт возьми. Ладно. Ладно. Увеличиваю кнопку. Увеличиваю кнопку. Так. Главное сейчас не оказаться в углу вновь. Так. Ну, по идее, по идее, я должен запрыгнуть. Если все пойдет хорошо, если все пойдет по маслу, то я должен запрыгнуть. Блин. Видимо, из-за несовершенства собственной игры встречаются небольшие баги, и он иногда просто не прыгает. Тогда я хочу нажать прыжок. Угу. Целая куча кубов. Ну, с помощью этих кубов, думаю, можно будет уже спокойно все сотворить. Да прыгай ты. Обана. Отлично. Гигантские кубы. Больше кубов. Больше кубов. О, черт возьми, они действительно гигантские. Так. Так. Давайте кубики. Все кубики мне нужны. Я не знаю, докуда мне нужно добраться. Возможно, до самого верха, а возможно, нет. Возможно, мне туда нужно идти. Кстати, там еще кубы есть. Сюда идите. В общем-то, и с помощью этих кубов можно забираться наверх. Так как это последний уровень, я не вижу смысла, собственно, продолжать. Вы можете сами попробовать поиграть в эту игру. Естественно, ссылку я оставлю в описании. А вам, ребята, большое спасибо за просмотр. С вами был Перпетум или же Александр. Играйте в необычные игры. Играйте в игры интересные. До новых встреч, друзья. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok